Всем привет! Сегодня наконец-то обзор Adesiro Pro 3. Что могу сказать? Пробежал у них марафон, полностью доволен. Вообще был выбор, какие есть вообще альтернативы на тему того, какие можно выбрать супершузы где-то за 200 евро. Ну и примерно это было все одно, да? Сокони Эндорфин Pro 3, конечно, Nike Vaprofly, об Iprofly, наверное, не говорим, потому что они там за 250, по-моему. Adesiro Pro 3, Hoco, может быть, но они дешевле, да, которые Rocket или Carbon. Собственно, но я выбирал примерно между Nike, Сокони и Adesiro. Конечно, у меня еще были, допустим, Puma Divade, Nitro, но на них я особо не рассчитывал, потому что у них я бегал, и мне показалось, что у них амортизация не такая хорошая, какая-то не нужна была бы. Ну и давно хотел попробовать супершузы, а тут мне еще родные решили, собственно, сделать себе подарок. Я сказал, вам дарите тогда Adesiro Pro 3. Обошлись они примерно в 170 евро. Это получается с сайта Top4Running, с европейского сайта. По акции довольно-таки неплохая цена получается, потому что выхватить их примерно за 150, 170 или даже 200 евро, но довольно сложно. Несмотря на это, я могу сказать, что они, конечно, кроссовки интересные. В целом, из супершузов, которые я пробовал, у меня были и до сих пор есть Nike Zoom Fly 3. Да, но это опять не супершузы, это такая некая не до Вапрофлай, где используется такая же там просто карбоновая пластина, да. Поэтому что мне нужно было от кроссовок? Нужен был рабочий карбон, хорошая амортизация, действительно хорошая, потому что вот здесь вот если посмотреть, какая подошва, она очень толстая, супертолстая. Я понимал, что за 42 километра я получу колоссальную ударную нагрузку, которую мне нужно максимально смягчить. В целом-то сейчас уже большая часть кроссовок с нормальной амортизацией все помогает, все смягчает, но тем не менее я понимал, что я хочу, чтобы, ну, попробовать одну из линейки, да. Конечно, хотелось до последнего Вапрофлай, но, если честно, не получилось просто найти своего размера и по той цене, по которой было доступно, потому что там минимально было 220-250. Получается, что у меня были до этого Adeser, я думаю, ну, дай возьму, несмотря на то, что там был, скажем так, не очень позитивный опыт, мне интересно было, я знал точно, какая у них будет стабилизация, в этом я был уверен, потому что Вапрофлай – это риск по стабилизации. Многие говорят, что Вапрофлай для них нужна, ну, скажем так, хорошая, сильная стопа, сильная нога, и это очень важный параметр, потому что я не считаю свои ноги суперподготовленными, да, мне нужна стабилизация. Это очень важно, потому что стабилизация в каком-то смысле не убьет ваши стабилизаторы мышцы во время марафона или во время забега любого, и вы, короче, хотя бы доживете. Поэтому это очень важно. Что могу еще сказать? Так это то, что я сомневался в материале, да, потому что я попробовал, я, к сожалению, выкинул уже Adesero Adios 7, просто они уже порваны были в хлам, полторы тысячи километров, я их просто бросил в мусорку. Я попробовал сравнить сеточку вот эту вот, которая вот здесь вот, да, прям вот какая она вот прям, и мне показалось, что вот здесь она чуть-чуть более как будто бы армированная, то есть она как будто бы, плетение у нее чуть-чуть другое, то есть как будто бы она более качественная. В целом это нормально, производители устанавливают менее качественные материалы в те кроссовки, которые в более дешевом сегменте, и более дорогие, более качественные в те, которые дороже. Хотя, может быть, я себя убеждаю, да, говорят. При этом все мне понравилось. Вот это место, оно очень интересное, не смотрите, что здесь, собственно, черненькое. Это следы от носков. Здесь как будто бы наждачка прям. То есть кроссовки не слетают. Они сидят очень сильно. Для того, чтобы вам это место не натерло, нужно, чтобы носки были не супер тонкие, это важно. Но вот мне понравилось, что это место такое, оно прям удерживает твою ногу, прям держит ногу очень хорошо. Несмотря на это, мне довольно широковато вот в этом месте. Но я люблю свободные кроссовки. Я даже ношу примерно на размер, могу на размер на полтора больше носить, потому что я лучше, скажем так, чем остаться без ногтей, я лучше с ногтями останусь. Кстати, за марафон я остался с ногтями вообще никаких, ничего мне не натерло, абсолютно, что удивительно. Забавный момент. Сколько я пробежал, да, уже в них. Вот их износ, ну, практически ничего еще не износилось, я, конечно, аккуратненько не был. Я в них сбегал примерно 100 километров. Почему 100? Это было 1-2 интервалки, плюс 1 работа на 30 километров, где я бежал примерно на 4.10, 4.05. Ну и, собственно, сам марафон. Несмотря на то, что у меня есть вальгус и, скажем так, фурнация, то есть стопа у меня заваливается внутрь немножко, я не испытывал никакого дискомфорта, то есть все очень круто. По подошве я могу сказать, что ничего, то есть ничего не стерлось пока что. Ну, за 100 километров, что бы оно стерлось. Хотя, мне кажется, на вот на Адиосах уже за 100 километров были какие-то видные, скажем так, следы эксплуатации. Интересно, что еще. Я переживал, что развяжутся шнурки у меня, но они не развязались. Я их просто завязал и подвернул под самую верхнюю, да. Не развязались, все это было окей. Стелька здесь, в принципе, нормальная, посадка окей. Дышат кроссовки очень хорошо, потому что тут сетка сделана по всему периметру, то есть везде сплошная сетка. Это плюс. Что еще? В целом, кроссовки мне очень понравились. Я чувствую, как отрабатывают в них, собственно, карбон. Они чем-то похожи на ZoomFly, на самом деле, по ощущениям моим. Но стабилизация, вот эта вот фирменовская, фирменовская, такого слова даже нет. Фирменная стабилизация, как у Adios Pro серии. Буквально первые, там есть Adios Pro 1, Adios Pro 2. Вот примерно вот такая вот стабилизация. Она же ощущается в Adios обычных, да, которые у меня были 7. Обзор можете посмотреть на канале, он там есть. И в целом у меня вопросов никаких не осталось. Интересный момент, что вы здесь вот видите, места завязки, они смещены. Если здесь они расположены чуть выше, тут они расположены чуть ниже. Таким образом ты можешь лучше зафиксировать. Поэтому с фиксацией проблем конкретно не было. Я могу сказать, что кроссовки своих денег однозначно стоят. Тем более, ну, в евро это вышла довольно выгодная покупка. Потому что сейчас, мне кажется, в России купить такие кроссовки за столько довольно сложно. Хотя можно пробовать, там, через какие-то сервисы заказать. Я думаю, примерно с комиссией, ну, будет, может быть, плюс 20%. Но, в целом, выхватить, мне кажется, можно. Через день я буквально бегу полумарафон в них. Посмотрим. Несмотря на то, что я в целом ими доводен, да, кстати говоря, вот их карбоновые вот эти вот прути, да. Тут карбоновая пластина представлена такими прутьями. В Adios 7, кстати, тоже есть какое-то подобие некарбоновой системы. Но она называется Torshan System. Там тоже, если посмотрите, по центру расположены такие прутики пластиковые или один такой кусок. Я бегу в них полумарафон. Есть ощущение, что когда бежишь в них, как будто бы ты, как это, бежишь в каких-то толстых тапках. Не знаю, как объяснить. Как будто бы немножко на желе. То есть, ощущение вот этой подошвы, оно присутствует, то есть нет звонкости. Несмотря на это, звонкость присутствует. Вот DV8 Nitro, например, звонкость это присутствует. Я тоже не снимал еще обзор. Несмотря на то, что Puma DV8 Nitro у меня вообще, получается, кроссовки реально самый дешевый карбон в свои деньги и самый рабочий. То есть я в них делаю все интервалы, все отрезки. Они практически не изнашиваются. Мне кажется, я уже набегал в них тысячу где-то, если не больше. И, ну, то есть им вообще хоть бы хны. При этом они стоят, я их заказывал на Running Shoes. Как я добавлю ссылку обязательно, на английском сайте. За там 80, ну, что-то они стоили по акции, еще было что-то 60 евро. За 60 евро карбон Puma DV8 Nitro. Может быть из-за того, что Puma не стоит наряду с другими супершурсами, да, и она такая немножко, скажем так, не то чтобы у них меньше технологии, но подразумевается, понимаете, что они не такие крутые. Все смотрят, все внимание приковано к Adidas и Nike, например, да. Следующими кроссовками после этих однозначно будет Nike, потому что я хочу уже их попробовать просто. Это будет Vaporfly точно. Скорее всего, хотелось бы попробовать взять третью серию, конечно, потому что на вторую уже неохота. Здесь это получается Adesaro Pro 3, да, подчеркнуть, что это именно без Adesaro Pro 3. Ну, это и так понятно и видно. Поэтому в целом-то и все. Кроссовки крутые. Прикладываю вам куски видео сбега. Конечно, никакие кроссовки не заменят качественные интервалки, а лучше несколько подряд месяцев с постоянными интервальными работами, с постоянной мышечной работой. Никакие кроссовки вам этого не заменят. Это однозначно дисциплины, качественного восстановления после этих интервальных работ, качественного питания. Вот тогда вот в паре с кроссовками можно как-то рассчитывать на какой-то толк от этого, да, от суммарных. Потому что покупать кроссовки просто и бежать в них в каком-то низком темпе. Ну, хотя мой темп тоже низкий получается. Я бежал в них на марафоне по 4.00. Я даже когда-то читал, что все такие вот карбоновые кроссовки, они срабатывают на, типа, меньше 3.40, например. Быстрее 3.40, да. Хотя на самом деле мнение разное есть. Говорят, что они работают и на 5, ну, то есть, на темпе 5 минут на километры или 6 даже. Оно отрабатывает, то есть, но я обращу внимание при правильной работе стопы. Объяснять правильную работу стопы, наверное, здесь не буду. Упомяну только, что для этого должна быть стопа сильная, ей нужно заниматься, нужно делать специальные упражнения для стопы. Нужно все стабилизаторы, всю ногу, уделять внимание абсолютно всем мышцам. Я занимаюсь триатлоном, поэтому с моим тренером мы постоянно это делаем. Соответственно, какая работа, такой примерный результат, хотя большая часть моей работы, я уверен, и моего результата, это в том числе какая-то предрасположенность. То есть, есть те, кто просто вот как бы от природы им чуть-чуть они позанимаются, ну не то, чтобы чуть-чуть, но есть вот какая-то вот такая активация мышц прямо от природы, данные природные, это очень важно. Поэтому просто напоминаю о том, что не нужно себя обращать кроссовками, которые как будто бы помогут, да. Просто одно из дополнений приятных, красивых, может быть, к тому, как вы, соответственно, выстраиваете тренировочный процесс. Всем спасибо. Если понравился обзор и мои усы из этой тени, ставьте лайк. Увидимся. Пишите комменты обязательно и подписывайтесь на канал.